доброе утро дорогие коллеги приветствую всех на интерстриме трейдеров утрейд тв меня зовут игорь суздальцев и я надеюсь у вас такое же хорошее настроение сегодня утром как и у меня ну а чё грустить трава зеленое солнце светит мы с вами живы здоровы ничего большего желать не надо только своей гордыни стремимся куда-то там высотам боже мой главное в жизни это роскошь человеческого общения меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу торговый план на интерстриме трейдеров и трейд тв итак 24 июля 2019 года среда ожидаю активный трендовый день и сейчас объясню почему объясню с помощью языка технического и фундаментального анализа начнем с тех анализа мы с вами в начале недели в понедельник говорили что регитимная цель снижения 9559 и вот сегодня три дня спустя мы в нее ударили в эту цель прямо ровно и те кто с нами был мог заработать 873 доллара кстати говоря ну вот и можно верить технический анализ может и не верить но мы ударили ровно в эту точку предыдущего закрытия прошлой неделе вот и ровно от нее отскочили теперь ситуация сложная пробой отбой вполне может быть отбой какой-то пока во всяком случае резкого движения вниз я не вижу пока остановились евро доллар друзья мы с вами говорили о том что как только уровень 1191 будет пробит и закрепляет закрепимся ниже то история зеркального трейдинга будет завершена давайте отдадим должное что мы заработали две недели на падении неделю на рост а потом пошла пила и вот сейчас пила закончилась боковик в закончился выходом вниз теперь внимательно наблюдаем за отметкой следующего сильного сильной зоны поддержки 111 28 и пробой вполне себе может быть и дальше напомню что александр горячих в пятницу говорил что вот ухожу в отпуск понимаешь тут без меня 11 будет вот а я будет буду с валиком ремонт понимаешь детской комнате делать александр горячих вернитесь какой валик какой ремонт у нас тут бабки накатывать надо все идет по вашему прогнозу александр горячих друзья аналитик фэш-форекс вернется в эфир 5 августа на две недели он занялся ремонтом детской комнаты дети выросли нужен ремонт тоже надо конечно но тут 11 накатывает боже мой мы бы тут все сейчас приподняли ладно будем работать друзья за себя или из александра горячего понимаешь будем зарабатывать каждый из нас за двоих практически друзья наблюдаем за отметкой к ней стремимся это однозначно а вот дальше дальше может быть еще веселее друзья тут одна нет тут одна нет следующее такое реально но это 1 0 3 ну так что может быть очень весело очень весело 11 ладно как бы не 1 0 3 поэтому да сломали друзья нельзя влюбляться в позицию нельзя влюбляться в увиденную вами конфигурацию ни в коем случае как только слом вы должны быть первые ну в данном случае я поскольку я рисовал это по итогам наших обсуждений я первый говорю все это фигура сломана мы идем вниз как мы идем вниз через боковик или через пробой 1 11 28 будем наблюдать но эту отметку по техническому анализу мы должны увидеть достаточно скоро фунтик друзья вчера снизился избрали бориса джонсона премьер-министром вот но и остановился а такое впечатление что все это как раз тот случай когда лучше ужасный конец чем ужас без конца уже на этой страх страшилки на джонсоне уже все проехались вниз мне кажется сейчас будет даже откат потому что ну просто ужас случился бесконечно его отыгрывать нельзя а мне кажется фунт или остановится но если доллар будет тотально доминировать то конечно и фунт уже будет вниз но гораздо меньше чем остальные инструменты и если доллар вдруг решит откатиться ослабнуть то первое чего первый первый инструмент который я бы рассматривал на покупку это был бы как раз таки фунт доллар японская иена снижается доллар франк растет слушайте но доллар иена вообще не инструмент никто не понимает как он живет а все только не делают что не умеет торговать ену никто не умеет торговать ену она живет как хочет вообще сейчас доллар доминирует по всем инструментам по доллар ей не снижение с чего доллар франк рынок рыночный растет австралийцы рыночный проваливается новозеландец рыночный снижается но посмотрите он слабенько гораздо слабее в минусе он как и фунтик такой вот такой пшня что пружина готова рожаться наверх доллар канадец в плюсе нефть при этом в минусе сегодня с утра бренд на открытии ага не хочет ли нефтюшка у нас дальше двинуться наверх любопытненько газ друзья вчера снилось а сегодня растет газпром остановился на отметке двести пятнадцать семьдесят семь и стоит а рынка нет ждем решительное движение вверх или вниз доллар рубль друзья вчера ушел с гэпом наверх чуть снизился но к открытию не пришел и даже сегодня чуть под снизилась эта пара но как открытию понедельника не пришла формальненько то мы еще в растущем тренде хотя два дня формально как бы ну неформально вернее в растущем хотя два дня как бы плюсуем да а мне кажется отбой здесь больше тем более доллар доминирует рубль укрепляется на растущем долларе сегодня он это рубль и иена близнецы братья они укрепляются на росте доллара сша золото пытается подрасти пытается подрасти да мы в положительном тренде вполне можно видеть рост вот если как раз эту ровно вот эту отметку 1424 07 пробьем можно дальше его и видеть доу джонс бьется бьется в хаи в закрытие хаев 27 376 пунктов она не может выйти у нас сложился здесь боковичок флажок как хотите называете наблюдаем рынка нет есть наблюдение за движением а ну что друзья глобальные новости давайте посмотрим борис джонсон стал премьер-министром противник вернее сторонник брэкзита острый критик россии давайте посмотрим что будет для меня огромное удивление неорганизованный вечно растрепанный ведущий такой достаточно скажем так не свойственный английском аристократу образ жизни веселый сверчак все гулянки как говорят таблоиды его ну честно я все что какие-то то есть признаки которым которых качество которых не должно быть у премьер-министра великобритании у него есть и тем не менее чем стал премьер-министром слушайте невозможно и возможно вот реально я удивлен он-то министром он когда был мэром лондона потом мистром иностранных дел ну вот это по не мочил там нормально стал премьер-министром великобритании но давайте не будем хоронить британию я вижу тут гость 72 пишет англия и все слава богу там есть парламент из правительства как в рамках удержит но удивительно просто и на мой взгляд сейчас все страшилки про него закончились он уже все премьер-министр уже все думают что с ним делать теперь вот поэтому я думаю как раз таки сейчас фунтик может и подрасти повторяю эту мысль далее друзья евросоюз пригласил пригласил сша ответными пошлинами на 35 миллиардов евро около интересно сейчас доллар затопчет евро за такие ну как бы все понимаем да что после парамерами европа это колония сша ничего себе колонисты угрожают метрополии дамы типа сейчас вас обложим там этими пошлинами вы чё там всегда обрядите пацаны вспомните так сказать итоги второй мировой войны и вспомните где стоят военные базы сотни американских военных баз в европе ни одной европейской в америке не говоря о том же что на шести военных базах европе сша находится ядерное оружие учетом шутки шутите подлетное время ядерного оружия в европе 0 если чё не так она прям так там и шарахнет и снесет пол европы не скажу куда поэтому я вот удивляюсь когда это читаю то есть то ли парни не понимают что происходит то ли чё сейчас им американцы сделают еврик на 111 и 103 за такую дерзость понимаешь анатолий овенбург пишет это николаевич почему вы не любите такого хорошего мужика горько молодец анатолий овенбург великий защитник бориса джонсон посмотрите чем там накрутил британии может и мы его может и вы его завтра также будет критиковать как и я все друзья далее криптовалюта пойти инвесторов криптовалюты судят крупнейшего телефонного оператора сша эти nt по поводу того что у них там на 200 были были украдены криптовалюты значит монеты считают что там эти нти какую-то роль сыграла и вот на двести двадцать четыре миллиона долларов судят прикольно сам факт по себе удивительный как для меня в моем понимании далее коллеги банки в швейцарии начали доплачивать заемщиком за кредиты нацбанке швейцарии уже на протяжении нескольких лет установлена ставка как и в банках швеции дании и японии сейчас коллеги одну секундочку здесь естественно возникает вопрос здесь естественно возникает вопрос как это вообще работает то есть я не пойму они что как бы делают они дают кредит ну вот например кредит выдает отрицать в отрицательной ставки выдает кредит зубер cantonal bank и гризон cantonal bank это региональные банки а я не пойму они как бы дают кредит и для того чтобы получать или кредита генерили убыток что ли все вообще не понимаю как работает выдача кредита с отрицательной ставкой слушайте я хочу переехать швейцарию и профессионально брать кредиты чтобы мне доплачивали за эти кредиты хороший бизнес слушайте мы с вами не тем занимаемся надо серьезно уже все переезжаем швейцарию все по серьезному все швейцария с этой минуты швейцария страна номер один на ютрей тв все на швейцарии бросьте все забудьте все что вы знали все на швейцарии если там заплачивают за выдачу кредитов я другой такой страны не знаю хочу швейцарию все и никак вы меня не переубедите далее коллеги молодцы молодцы вот что значит кризис и реакция на кризис вот это грамотно продумано умно вот так центробанки спасают свою страну свою экономику причем еще раз обращаю внимание и только швейцария но и швеция дания и япония далее друзья госдума приняла во втором члене законопроект о привлечении инвестиций через инвестплатформы то есть цифровой форме но вот еще законопроекты читают что читаю что значит будут регулироваться отношения возникающие в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ определение правовых основ деятельности операторов инвестиционных платформ регулирование возникновения и обращение утилитарных цифровых прав а также выдачи обращения ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые права. Такой цифровой краудфандинг, да? Ну здорово, здорово. В то же время ЦБ не послушал брокеров. Регулятор хочет запретить всем подряд покупать акции Apple и Google с 2021 года. То есть должна быть специальная квалификация. Тестирование. Понятно. Вот немножко такой материал более такой, скажем так, рисковатый. Но это уже, так сказать, все серьезно. Это все уже серьезно. Я что-то, знаете, почему-то думаю, что думал, до сих пор почему-то думаю, что этот закон не пройдет о квалифицированных инвесторах. Как-то я настолько неправильный в каждом слове, что думаю, ну неужели не отдумаются. Но нет, смотрите, каждый день какой-то маленький-маленький шажок в ту сторону. Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ. О, хорошо. Коммерсант узнал о планах получить турбины для ТЭС, теплоэлектростанции, в Тамань, в Краснодарском крае, из Ирана. О, как. Политика Алексея Навального задержали сегодня утром полицейские во время его утренней пробежки. О, вот я всегда говорю, утренняя пробежка это зло. Вот, Алексей Навальный сам убедился в этом сегодня. Далее, коллеги. Вчера у нас состоялась очень интересная передача эфир «Биржевой трейдер» на E-Trade TV четыре года спустя. Биржевой трейдер, человек, который активно принимал активнейшее участие в создании E-Trade TV, ну, вернее, в первые месяцы его работы, в пятнадцатом году, ну, не в создании, вот именно как бы в первые месяцы работы, а был очень активным участником вот, и спикером, в пятнадцатом году очень активно работал, затем немножко изменились у него интересы. Вот вчера он впервые за четыре года вернулся, выступил, ну, я думаю, всем было интересно. Кто не видел, обязательно посмотрите этот ролик. Ну, а мы с вами давайте подведем итоги сегодняшней утренней передачи. Прежде всего, хочу обратить на ваше внимание, что недельные запасы сырой нефти под данным Американского института нефти вчера вечером вышли с показателем минус 10,9 миллиона баррелей. И то, что нефтюшка не стрельнула по-крутому, ну, вернее, не смогла удержаться и сегодня на тех верхах, куда она поднялась вчера, говорит мне о том, что даже такие большие цифры оказывают только кратковременный эффект, понимаете. Следующие новости это будут только сегодня вечером, а вот вчерашние все уже остановились. Далее, коллеги, давайте спросим у монеты, что она думает под нефтью сегодняшнего дня. Как вы помните, монета показала сел, вот селом она промахнулась, потому что был бай, давайте оставим ей за это минус и спросим у нее сегодня, что она думает. Бай, сел, две стороны монеты, бросаем, и нефть, WTI, ждем сегодня на сел, на продажу. А я, кстати, отмечаю, что два дня уже подряд монета была не права, и вчера, и позавчера. Давайте посмотрим, что у нее получится сегодня. Макроэкономические индикаторы сегодня, 24 июля 2019 года выглядят таким образом, то с утра достаточно тихо. Главная новость избрания Бориса Джонсона уже состоялась, ну и все, и тишина. А, подождите, подождите, не-не-не-не, я не домотал до конца. Это с утра тишина. А с обеда сейчас, сейчас надо домотать, посмотреть. Индексы есть, но мы их не смотрим. Да, запасы до вечера, запасы сырой нефти в 17.30 тоже ждут отрицательные. Ну и больше я ничего не вижу такого серьезного. Да, Борис Джонсон избран, но вступит в должность через несколько дней. Поэтому, так сказать, будем внимательно наблюдать за событиями в Великобритании. Все, коллеги, подводим итоги сегодняшней утренней передачи. Обращаю ваше внимание, что доллар доминирует и по биткоину, и по еврику, и по фунтику. По золоту сейчас огляну. Отбились? Нет? Он не доминирует по иене, по рублю и по золоту. Вот эти три инструмента можно или нельзя покупать? Я бы, честно говоря, продавал больше еврика по той ситуации, какую сейчас мы с вами видим. Покупать ли, продавать ли доллар иену, доллар рубль и покупать ли золото, это большой вопрос. Это серьезно ответственное, потому что на тотальной доминации доллар может забороть всех. Будьте бдительны, я бы скорее еврика продавал сегодня из того, что мы видим. Спасибо, друзья, всем удачи, хорошего настроения.